Привет! Меня зовут Света. Сегодня я расскажу о том, как смешивать краски. Мы будем знакомить детей с цветом. Родители могут заниматься с детьми дома рисованием. Такие занятия развивают фантазию, дают возможность детям выражать свои эмоции и самое важное это разбираться в искусстве. Важно понимать, что детям до трех лет вполне достаточно одного цвета, чтобы нарисовать весь рисунок. Дети постарше хотят уже разбираться в оттенках и использовать другие цвета. Сегодня мы будем из красного, синего, желтого и бельев получать вторичные и третичные оттенки. Итак, мы берем главную краску, которая у нас уже есть в тюбиках и наносим на бумагу, чтобы показать детям, как ярко она выглядит. Итак, это главные цвета, которые мы можем назвать цвета номер один. Поэтому они у нас находятся в первом круге. Если мы смешаем их между собой, мы получим черный цвет. Вторичные цвета будут выглядеть следующим образом. Мы их вносим в круг номер два. Это оранжевый. Он может быть более насыщенный оранжевый, менее насыщенный оранжевый, в зависимости от того, сколько желтой краски мы смешаем. Во второй круг мы вносим зеленый цвет, который получается из желтого и синего. И цвет во втором кругу, который мы получаем из синего и красного, будет фиолетовый. Такой он может быть более теплый фиолетовый, если больше красного, или более холодный фиолетовый, если больше синего. У нас есть цвета под номером один, есть цвета под номером два. Это цвета во втором кругу. Есть еще круг номер три и так далее. Если мы, например, в цвет номер один или в цвет номер два добавляем белье, это получается уже цвет номер три. Например, вот мы в зеленый, сейчас добавим белье и получим светло-зеленый цвет. Он где-то будет у нас уже вот здесь. Это будет третий круг. Я не буду показывать сейчас все цвета, покажу только еще розовый. Потому что очень часто девочки, когда рисуют какие-то картины, любят использовать этот цвет. Ну и голубой, понятный цвет неба, это вот такой небесный цвет. В принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы научить рисовать детей полноценные картины с многообразием цвета. Чтобы узнать, как легко и весело научить ребенка создавать арт-объекты и другие предметы искусства, не пропускайте уроки, подписывайтесь на наш YouTube-канал.